Бабка-ёшка Сейчас мы познакомимся с бабусями и гусями из разных городов и из разных стран. Баба-яга – это древнейший персонаж славянской мифологии. По одной из версий, первоначально она была божеством смерти и провожала души почивших в царство мёртвых. Среди непременных атрибутов – костяная нога, ступа и избушка на корьих ножках. Кстати, судя по сказкам, питается исключительно людьми. Вот такой совсем недружелюбный персонаж. Тем не менее, Баба-яга во Владимире пользуется популярностью. Посещают музей не только Владимирсы, но и гости города. Многие приходят по совету знакомых, некоторые приходят не один раз. К образу Бабы-яги в своём творчестве не раз обращались русские писатели и поэты. Например, Александр Пушкин и Виктор Васнецов. Владимирский музей не единственный в стране. Залы его постоянно пополняются новыми экспонатами. Есть и авторские работы, и подарки от горожан. В музее есть и особо выставочный зал, в котором собраны бабки-ёшки со всех уголков нашей страны. Например, милашка из Карелии. Хоть главный герой выставки Баба-яга, пососедствуют другие сказочные злодеи – водяной, кощей бессмертный, змей-горыльнич. Для полноты ощущений ещё и спецэффекты. Так что смотрите, не испугайтесь. Есть малыши, которым 34 года, и которые ничего не боятся, с удовольствием приходят в музей, рассматривают все экспонаты, очень веселятся. А есть те дети, которым по 8-9 лет, и они категорически не хотят заходить. И вот только когда уже включаешься в спецэффекты, только тогда они проходят. Отрицательные герои русских сказок не только пугают, они ещё и заставляют нас смеяться. Их можно перехитрить, напугать и победить, а в результате всегда побеждает добро. Каких только способов уйти от реальности в современном мире не существует, но сказочный – самый приятный. До свидания, водяной!